Апетитная румяна скоринка Ну ты хорош, я тебе скажу Забудьте про все попередние неудачи Неперевершенная Надя Матвеева Тазновец кулинарных секретов Сергей Калінин Навчать вас готовить идеальную куручку в духовке И даже не одну Першая, запашная, румяна, сияющая Мовз обкладинки журналу Курка с яблуками и лимонами А также Недзвичайно соковита и легка в приготовлении Курка на банке Разом с вами Ведома зірка шоу Иксфектор Олег Кинзов Дизнается, как выкладать курку на деку Чтобы мясо после выпекания было Нижным и соковитым Как пекти курочку, чтобы она не развалилась Та чем смастить курку при выпекании Чтобы отримать равномерную румяну скоринку Мол на картинке Что дальше делать, Сереж? Не надо париться с готовкой курицы Кинзов на все будет смачно Готовить ее научиться Больше того, вы приготовите два уникальные соусы Что нададут неимоверного смаку Будь-якой мясной страве Мягкий вишневый Та пикантный гирчичный Я, с вашего позволения, подойду радикально Я бы тоже так подошел Отже, сразу две запеченные в духовке курки С яблуками и лимонами Та курка на бензе И все будет смачно Курица Блюдо из нее велик победам самого Наполеона Бонапарта Так считал знаменитый французский романист И один из лучших поваров Франции 19 века Александр Дюма В жизни описания полководца он писал Наполеон ел куриное мясо практически ежедневно И считал, что оно придает сил и бодрости Мы же ценим мясо курицы За нежный вкус и доступность А приготовить самое популярное блюдо Курицу в духовке идеально Нам поможет отменный кулинар Сергей Калинин Сережа, привет! Привет! Найсмачнейшую курку в своем житте Сергей Калинин съел в Париже Экспертовой удалось не только Поласовать этим шедевром французских кулинаров А и узнать все тонкости его приготовления Тоже теперь готовый поделиться этими секретами С глядачами все будет вкусно! Казалось бы, такое простое блюдо На самом деле всем известное Которое готовится с детства В каждом доме, я уверен Бывают нюансы И я поставил себе задачу Научиться правильно запекать курицу в духовке Знал кое-какие секреты И сегодня, надеюсь, поделиться ими И правильным рецептом запеченной курицы И ты поделишься этими секретами С человеком, который необыкновенно хочет Научиться готовить идеальную курицу в духовке Олег Кензов Замечательный певец и просто красавец Опа! Привет! Привет! Завстречайте! Мужник Расень Олег Кензов Репер Олег Кензов После участия в главном спевоченном шоу Украины X-Factor Из обычного парня из Полтавы Перетворился на суперзирку Сцена, успех, визнание Тысячи шанувальниц и шанувальников Невдовзе ему подкорилось и семейное счастье Тож теперь Олег, коханный человек И люблячий батько Здавалося б у Кензова на всех фронтах Суцильные удачи Кроме одного Кухня та плита Единый фронт Звідки репер повертається с поразками Особливо, коли починає готувати Улюблену рідними курку Тож, аби нарешті влаштувати Близким кулінарне свято Олег Кензов завітав На все буде смачно Что у тебя с курицей за история? Хотел жене приятно сделать Я все сделал нормально Я запихнул в духовку То ли переждал, то ли не дождал Я не понимаю, почему Где-то не дожарилось, где-то пережарилось Сфотографировал? Да, сфотографировал Даже более того, снял на видео Могу продемонстрировать Давай Черным цветом Хрустики Хрустики такие Что это вообще была за ситуация в вашей жизни? Это вообще годовщина нашей встречи Нашего знакомства была А вот тогда, когда она увидела вот эту курицу Она случайно не смеялась над тобой? Ну, посмеялись И решили вегетарианский ужин Мандарино, апельсин и вино Ну, ты знаешь, скоро же 8 марта То есть буквально через недельку фактически Мужчины никуда не денутся Будут готовить и готовить Да, да Поэтому Пусть меня мужики поддержат И Сережа тоже Ты стал жертвой заблуждения Широко известного Что можно взять просто курицу Положить ее в духовку Включить нагрев И получить запеченную курицу Да, я думал, что нам на трубе играть Да и кнопки нажимать У нас будет 2 варианта на выбор Ты сможешь сделать запеченную курицу На яблоках и лимонах Сможешь сделать более такой модный вариант Даже курица, которая сидит на банке Никогда на банке еще не видел О, в Китае существует легенда Что впервые курку приготовил жебрак Знамегаясь от голода Он упомянул птицу Обмастил ее глиною И запек на вогнище Так люди впервые Дознались про нежный смак курки И сегодня в мире существует Кілька сотен рецептов Приготовления курицы И два из них Курка с яблоками и лимонами И курка на банке Все будет вкусно Для начала Пять вопросов о приготовлении курицы Первый вопрос Как долго должна находиться курица В кислом маринаде? Интересно, да? Па-па-па-па-па А теперь варианты ответа Не больше часа Два часа Двенадцать часов в сутки Ну, я думаю, часа два пусть будет Начал не очень хорошо Да Неправильный ответ Второй вопрос Как следует укладывать курицу в форму для запекания Чтобы мясные соки равномерно распределились по тушке И мясо не было сухим Варианты ответа На спинку грудкой и ножками вверх Второе Грудкой вниз Третье Сначала на правый бок, потом на левый Следующий вариант, завершающий Не имеет значения как Я бы, знаете, я бы взял таки грудкой вниз Это правильный ответ Чекпот Хорошо Может быть и дальше повезет Третий вопрос Чем нужно смазать курицу в конце запекания Чтобы получить румяную корочку Румяненькую, хрумтящую Да Теплым молоком, медом, топленым маслом, кетчупом Ну, я думаю, теплым молочком Оно такое приятное Это неправильный ответ Эх То есть не теплый Но правильный ответ, безусловно, у нас впереди Как и следующий вопрос Нужно ли переворачивать курицу во время запекания? Варианты ответа Нужно через каждые пять минут Нужно через каждые десять минут Нужно за десять минут до готовности Не нужно Не нужно Это неправильный ответ Пятый вопрос Что необходимо сделать с готовой курицей перед разделкой, чтобы сохранить сочность мяса? Съесть Перед разделкой Вынуть из духовки и сбрызнуть коньяком Вынуть из духовки и накрыть фольгой Вынуть из духовки и смазать соусом Накрыть мокрым полотенцем И вернуть в духовку Ну, я думаю, фольгой Я в магазине так покупал Готовую курицу уже в фольге Вот Браво Логика Это правильный ответ Итак, получается, что из пяти заданных вопросов Ты дал правильный ответ и на два вопроса Ну, это нормально Это отлично Это все равно говорит о том, что есть над чем поработать И мы начинаем готовить курицу Нужно сначала куриц выбрать Пять различных видов курицы Для запекания в духовке подходят молодые бройлеры То ли домашние, то ли магазинные Но они должны быть весом килограмм-полтора, не больше Ну, вот большую, значит, мы отбрасываем Она, наверное, увесистая Есть несколько таких визуальных признаков Помимо размера Здесь находится кость грудная У молодого бройлера она мягкая, знаешь, такая как молочная А вот здесь она реально жесткая, она твердая Да, вот попробуй Ну да, такая Вот особенно на кончике это чувствуется Если провести осмотр внутренний, то, безусловно, у нее больше жира Вот видишь, вот такой уже более, да, желтоватый Это явно говорит о ее возрасте Вот посмотри, вот этот бройлер я могу определить как хороший Такой стандартный, качественный магазинный бройлер Весом до килограмма Кончик грудной кости достаточно мягкий Да, здесь так нежно Намного мягче Да, да, да То есть она еще такая не сформировавшаяся, не закостенелая Мясо достаточно такого ровного, светло-розового цвета Притом у нее не очень много жира, что в принципе говорит о том, что она достаточно молодая Почему возраст имеет такое значение? Курица больше двигается, птица, и, соответственно, сухожилия становятся более жесткие Для того, чтобы ее приготовить более качественно, нужно больше времени использовать, больше маринада То есть это возможно, но вкус все-таки будет чуть похуже Что тебе здесь бросается в глаза? Вода с нее стекла Это указывает на то, что курица замораживалась и размораживалась неоднократно У замороженной хуже вкус и более жесткое мясо При замораживании внутримышечная жидкость превращается в лед Кристаллы льда, которые образуются, разрывают саму мышечную ткань И потом при обратном процессе размораживания это все вытекает, вот мы видим это в поддоне Для запекания лучше брать охлажденную курицу, не замороженную Таким образом мы получим более сочное, более ароматное мясо Это образец курицы испорченной Попробуй Это уже все, да? Это липкая кожа, она явно перележала, наверное, скорее всего в плохих, неправильных условиях хранения Проблема в том, что ее купить можно Да, ее, к сожалению, часто продают и пытаются вот именно в лотке ее купить Глобальная проблема Посмотрим, что происходит внутри Это очень неаппетитно Цвет жира уже и не желтый, и не белый, он зеленый И последний образец, это хорошая домашняя птица То есть у нее кончик грудной кости мягкий Жира много, но он чистый, желтый А теперь вот скажи все-таки, какой лучше выбрать? Качественный бройлер в магазине или домашнюю курицу для запекания? И та, и другая действительно очень хорошо подойдут для запекания У домашней курицы чуть более плотное мясо и немного больше жира У фабричной курицы вкус не такой выраженный, но зато мясо отлично подается на отсыщение вкусовыми добавками Маринадами, натирками Магазинная курица из-за своей структуры требует меньше времени для маринования, запекания У нас будет два блюда, я напомню Первое, домашняя курица бройлер у нас будет запекаться классическим способом С яблоками, с лимоном А вот этот магазинный бройлерный цыпленок будет у нас запекаться интересным способом На банке с картофелем И таким образом получается мы выбрали вот эти две курицы Да, вот две рядом Олег, доверяю тебе помыть обе курицы Под проточной водой промываешь Внутри тоже промыть, да, нужно? Да Мы сейчас должны пройтись по курице, обратной стороной ножа, против ворса Для того, чтобы избавиться от лишнего подкожного жира Да ты что? Да, и для того, чтобы вот те волоски, которые остались, их снять В принципе, вот так вот провести Вот эта манипуляция позволяет нам в том числе и подготовить курицу Скажем так, раскрыть ее поры для того, чтобы она лучше воспринимала маринад Ты знаешь, Олег, я вот смотрю на тебя и думаю А не появится ли на тебе после сегодняшней встречи татуировка в виде курицы? Ведь ты с ней сейчас так плотно общаешься Я думаю, нет Нет? Ну а по какому принципу у тебя возникают рисунки? Медведь Это же панда Я как панда Я большой, но я правда очень добрый Там какой-то ребенок на внутренней строй О, это твоя дочурка Это свежая татуировка Да В крылышках ангела, которые ее оберегают А где татуировка, посвященная жене? Жене? Ну, это как в фильме, как в песне Свою первую наколку только для тебя И ерунда? Это я для нее сделал, чтобы понты погонять на самом деле А что значит это? Потому что у нее были татуировки, а у меня не было Это означает богатство Что дальше делать? Не надо париться с готовкой курицы Кинзов на все будет смачно Готовить ее научится Йоу! Куда же я без репчика? Это называется гуска И здесь находятся железы, которые нужно вырезать Потому что они дают неприятный вкус Мы вырезаем железы Надо быть осторожным в этом смысле Потому что если мы их повредим Стоит промыть холодной водой Ой, боюсь, боюсь, боюсь Ты вот здесь должен начинать надрезать Нащупав сгиб Ее нащупать надо Вот, нащупал, да И теперь остается вот здесь вот только подрезать Вот эту верхнюю часть Это эти железы? Да, вот ты их перерезал Теперь ты их должен вырезать Их выбрасываем, они невкусные Ты должен немного промыть проточной холодной водой Отлично Ну, вроде все Знаешь ли ты, что нужно у курицы отрезать вот эту фалангу крайнюю? Она при запекании практически всегда горит Не имеет никакой кулинарной ценности Но зато их можно использовать в бульоне Надламываю Чуть-чуть ее надламываю, чтобы она хрустнула Это делается для того, чтобы ты перервал сухожилия И тебе проще было по суставу разрезать Мы сегодня будем двумя способами обрабатывать курицу Одну мы замаринуем А другую мы натрем солью Маринование мяса поможет улучшить вкус бройлера Помимо того, что он сделает мясо мягче А сможет ли тот же самый эффект произвести натирание солью? То, что мы будем делать со второй курицей? Соль отлично вытягивает влагу из тушки, превращаясь в рассол И потом обратно впитывается в кожу и в мясо При этом выдержанное в соли мясо становится нежнее, мягче Курица получается равномерно просоленной В коже отстается меньше влаги Что влияет на зажаренную шкурку Начнем с натирания солью Нам понадобится соль среднего помола Не крупная и не мелкая Мелкая соль, она слишком сильно проникает в мясо То есть она может перебить вкус А крупная останется на поверхности Но практически не будет действовать внутри Мы будем натирать солью домашнюю Попрошу включить чайник, поскольку нам кипяток скоро понадобится Посыпаю, да? Ты знаешь, ты не посыпая, вот берешь в руку И прям сразу так вот массируешь А чем же все-таки по сути отличается процесс просаливания от маринования? У маринадов в принципе более универсальное применение Можно мариновать и овощи, и фрукты, и мясо целиком, и мясо кусочками Перед поджариванием на сковороде Для приготовления на открытом огне, на гриле А вот соль отличный вариант именно для подготовки птицы Для запекания в духовке Для других видов мяса просаливание не подходит Здесь речь идет о определенном воздействии Именно на целую тушку В которой сохранены целостные мясные волокна И как долго, на самом деле, это все будет солиться? Достаточно часа при комнатной температуре Я обычно, правда, посыпал просто солью, перчиком и в духовочку Ты никогда не получишь вкусную курицу, просто посыпав ее сверху Для того, чтобы вся курица взаимодействовала с приправами Готовят маринад, который обязательно добавляет растительное масло Пряные травы в таком случае легче проникают внутрь мяса Из чего будем готовить маринад для курицы? Основой нашего маринада будет апельсиновый сок Нам нужно подготовить апельсины три штуки Именно поэтому я попросил тебя поставить чай Отлично Закладывай апельсины, заливай кипятком В кожуре? Да, да, да Чтобы апельсин отдал больше сока, нужно подержать его несколько минут в кипятке Нюансы Уникальность апельсинового сока в том, что он содержит и сахар, и кислоту Сахар поможет коже приобрести вот такой более зажаристый, золотистый цвет за счет карамелизации А кислота смягчает мясо и соединительные ткани Нам необходимо получить апельсиновый сок Нам понадобится всего лишь граненый стакан Грани стакана выполняют те же самые функции, что и бороздки у соковыжималки Разрезаем напополам Именно вот поперек То есть мы сначала проворачиваем вот по граням Когда мы боковыми гранями это дело размягчили Потом уже проще непосредственно опустить полностью половинку апельсина И уже прокручивать вокруг граней Олег, твоя очередь Благодаря Наде и Сереже я сделаю эту курицу Курицу моложе Я сделаю старую курицу моложе А я пока напомню, дорогие телезрители Наш конкурс продолжается Если у вас есть секреты, как упростить жизнь на кухне Или как сделать из подручных средств прекрасное кухонное приспособление Расскажите о них нам Ваши письма мы ждем по адресу, который вы видите на экране Авторы самых оригинальных приспособлений получат ценные призы А об их изобретении мы обязательно расскажем в нашей программе Нам необходимо добавить сок 2 зубчика чеснока Я тебе дам чеснокодавку для этого 2 зубчика Добавляю столовую ложку тимьяна Столовую ложку тимьян 100 миллилитров соевого соуса Оливковое масло 50 миллилитров Это будет примерно 3 столовые ложки Таких очень полных А вот эти ингредиенты, которые мы добавили, обязательны для маринада? Главное, чтобы там содержались 4 основных ингредиента А именно масло, жир, соль, кислая основа некая То есть вино, уксус, сок и немного сахара Мне говорили, что еще мариновать майонезом сверху Я бы настоятельно советовал, что такое делать только если майонез сделан собственными руками Если он домашний В магазинах майонезах очень часто большое содержание уксуса, кислот Причем это часто неорганические кислоты Там очень много жира А по поводу соли? Мы вроде бы соль не добавляли в маринад Основа соевого соуса во многом это соль Соль Поэтому можно соль не добавлять Это готовый маринад Опускаешь в него курицу и тщательно, скажем так, покрываешь маринадом снаружи и снутри Вот ты приходил ко мне в гости, вроде бы такой весь еще свободный, веселый Оуе Потом раз, женился, родилась дочь Да Что это такое? Почему это так все резко произошло? Чем покорила тебя? Это любовь Ну это понятно Честно, я думал, я буду гулять, развлекаться, скакать на одной ножке лет до 28 Ну скакать на ножке можно, а все остальное, наверное... Сейчас я продолжаю то же самое делать Твоя жена настолько прекрасно тебя понимает, что ты можешь все делать как раньше, а она даже не раздражалась Последнее, что она сказала сегодня... Эх, Кинзов, ты никогда не изменишься Соевый соус начинает влиять на цвет курицы Сколько это будет происходить? Вот ухлечка Я закололся на этом вопросе Совершенно верно, это был первый вопрос нашего теста Как долго должна находиться курица в кислом маринаде? Олешка сказал, два часа... Два часа это многовато Многовато Да, то есть сейчас это оптимальное время для того, чтобы курица замариновалась достаточно хорошо Используем какой-нибудь плотный пакет, например, типа как рука для запекания Туда закладываем курицу, завязываем с двух сторон, немного наливаем туда маринада Мы будем ее периодически переворачивать, чтобы маринад все время проходил через весь объем курицы Очень важно не передержать мясо в кислой среде, потому что оно может получиться сухим Ну вот мы и разобрались с первым вопросом нашего теста Как долго курица должна находиться в кислом маринаде? Не больше часа Если курица будет находиться большее время в кислой среде, то мясо просто станет сухим Вже за несколько минут вы узнаете, как вкладывать курицу в форму для запекания, чтобы мясо равномерно пропеклося Чем нужно смастить птицу наприклад готовления, чтобы она получила румяную скоринку Та за какими ознаками вызначити, что курица готова Попереду неперевершена курица с яблуками и лимоном, та соковита курица на банке А еще вкусные соусы до мяса А пока тест для кулинаров и интеллектуалов Какая вымерла тварина, на думку науковцев, была предком курки Шерстистый мамонт Гигантский ленивец Тиранозавр Птеродактиль Витаем вас на лучшей кухне «Все будет смачно» Только у нас и только сегодня все секреты запекания курки в духовке будут раскрыты Незабаром вы узнаетесь, что нужно сделать с птицей наприклад пекания, чтобы отримать приголоженную румяную скоринку зовні Та соковитый, насеченный ароматами приправ и начинки мясо А теперь правильный ответ на вопрос нашего кулинарного теста Какая вымерла тварина, на думку науковцев, была предком курки Шерстистый мамонт Гигантский ленивец Тиранозавр Чиптеродактиль Правильная ответа – тиранозавр Науковцы Гарвардского университета, вивчивши протеины, вылученные из закамьяненных залишков тиранозавра И поревнявши их с протеинами ризноманитных сучасных тварин и птахов Зясували, что наиближчие родители тиранозавра – кури На молекулярном уровне, этот динозавр, который жив 68 миллионов лет назад Набагато ближе к кури, чем к аллигаторам и ящерам А ученые Дублинского университетского колледжа доводят Большисть предавних гигантских ящеров, в том числе тиранозавр, были покрыты пирьям Тем временем канадский науковец Ханс Ларсон уже заявил про свой намер Вивести тиранозавра из эмбриона курячого яйца Хочу напомнить, что наша первая курица – это курица с лимонами, с яблоками Собственно, нам нужны яблоки Три яблока среднего размера Лови, лови Вырезаем сердцевинки и потом каждую дольку еще на три части Часть яблок мы отложим в сторону, мы их сбрызнем лимонным соком Для того, чтобы яблоко не потемнело Оставалось красивым, да? Оставалось таким беленьким, красивым Можно сбрызнуть лимонным соком, да Теперь чеснок, и причем нам нужно будет его много Почищенными две-три головки Тогда приступаем к чистке чеснока Очень часто требуется большое количество чеснока И есть смысл его заготовить впрок Чеснок очищают, заливают его растительным, желательно оливковым маслом Выше уровня чеснока Добавляют немного соли И таким образом хранят его в холодильнике Мы получаем ароматизированное масло растительное Таким легким, знаешь, таким, едва уловимым ароматом чеснока И в то же время чеснок постоянно под рукой В течение трех недель его можно использовать На данный момент нам понадобится для начинки два зубчика Нам понадобится примерно одна четверть стакана чернослива Причем мелко нарезанного Чернослив, поскольку ты меня предварительно попросил это сделать Я ошпарила, он минутку буквально полежал в горячей воде А потом просушила Мягенький, да? Даже я замечаю Курица с черносливом, с яблоками Ты знаешь, Олег, мне кажется, что ты совершил один из самых мужественных поступков в своей жизни Ты присутствовал на родах своей дочери Да, совершенно верно В обморок не было желания упасть? Я больше за свою жену переживал, нежели за себя, за обморок Я ее держал в тот момент Это супер ощущение, я не знаю, как можно в обморок упасть Сейчас заплачу Достойно Я колыбельную дочке написал, на днях буквально закончил Засыпай под эту песню, глазки пуговки закрой Спи, дочурка, папа, здесь стой Твой папа с тобой, малышка, твой папа всегда с тобой Ну, можно сказать, что сегодня здесь у меня на кухне состоялась премьера Да, я ее ни разу не пел Ни разу не пел, да Спасибо тебе, браво Спасибо, ребят Очень понравилось У нас есть два зубчика чеснока, которые, как говорил, используются в начинку Их надо немного надрезать, ну, совсем чуть-чуть, для того, чтобы эфирные масла все-таки могли выходить Но не давить, не крошить, чтобы мы потом могли спокойно достать чеснок из начинки Впереди нас ждет интересный ингредиент Неси коньяк Я несу? Алкоголь обладает известным свойством все-таки смягчать соединительные ткани, мясо Хочу напомнить тебе о том, что у нас есть курица в пакете, в маринаде И ты помнишь, что каждые 15 минут что с ней должно быть? Переворачивать Отлично Теперь нам нужно приготовить натирку, ароматную, очень такую душистую Нужно три лимона Мы должны нацедру получить с них Вот вам терочки Берешь его в руку вот так вот, сверху вниз, трешь Видишь, ты сразу практически проходишь по всей длине И тебе не нужно сильно его тереть Слушай, я сколько натирала, но именно так я не делала, это очень удобно Нам понадобится два вареных яйца, поэтому нужно поставить их вариться Я, кстати, предлагаю сварить яйца по способам, которым нас научила Танюша Литвинова Ты сколько минут варишь яйца, чтобы вкрутую сварить? 15 Перестань! Много? Конечно! Сегодня ты научишься варить яйца вкрутую всего за одну минуту Поставили яйца в холодной воде Сильный огонь сейчас Когда вода закипит, нужно будет огонь уменьшить Потом вернуть кастрюльку на огонь Одну минуту проварить яйца И все Выключить, накрыть крышкой И оставить на 12 минут Ну, в это время ты уже можешь заниматься чем угодно Варил яйца ты одну минуту Ну да С чего это мы яйца варим-то? Готовили курицу, а тут бац и давай сварим яйца Есть интересный пряный соус, который отлично подойдет к нашим курицам Хочу рассказать об этом чуть позже Кстати, нам понадобится ступка, потому что мы будем перетирать наши ингредиенты для натирки Четверть ложки я отложу Тоже для соуса Остальное как раз пойдет в натирку для нашей курицы Нам понадобится для нашей натирки уже упомянутая цедра Сушеный тимьян, сушеный розмарин, лавровый лист, чеснок Порядка 3-4 зубчиков оливковое масло и соль Нам нужно по одной столовой ложке каждого вида трав Розмарин, тимьян, тоже столовая ложка, лавровый лист Я предлагаю тебе сейчас растереть грубо чеснок с травами, чтобы образовалась кашица Ммм, как это все пахнет У нас есть мгновение буквально для того, чтобы снова перевернуть курицу Да Он все успевает И вот мы прямо видим, что яйца закипели Моментально уменьшаем огонь до минимума 1 минута Нам нужно добавить чайную ложку соли и столовую ложку оливкового масла И когда ты все перетрешь кашицу более-менее однородную, я добавлю оставшуюся цедру Вот Это вот то, чего здесь не хватает сейчас И процесс будет закончен Одна минута прошла, и яйца готовы к тому, чтобы уйти с огня Выключать? Да Нашим курицам необходимо еще 30 минут 30 минут для того, чтобы курица мариновалась 12 минут для того, чтобы яйца стали крутыми Затем мы их обольем холодной водой Ну а потом мы продолжим готовку Для нас с вами время пролетит незаметно Прошло полчаса, таким образом курица маринуется уже целый час Убираем пакет, и нам необходимо, чтобы курица немного отдохнула Просто с помощью ножа, да? У нас есть вторая курица Не сложно заметить, что происходит тот процесс, о котором я говорил Образуется рассол, я немного оботру То есть нужное количество соли впиталось в курицу Да, конечно И она не пересолена, что самое интересное Нет, соль вытянула лишнюю влагу И позволила порам открыться Именно для того, чтобы теперь уже специи хорошо впитывались Лимоны у нас остались Без цедры уже Нам нужно нарезать их кружочками Начинку вот эту вот всю нужно закладывать вовнутрь курицы Как-то специально делается Немного, чтобы оставалось свободного пространства Неплотно запихивай Для того, чтобы все-таки пар выделялся Ароматические вещества могли внутри циркулировать Берем лимон и выкладываем кружочки вниз Поскольку выделяется сок, жир, он начинает снизу гореть А таким образом лимоны выполняют такую предохранительную функцию Нам понадобится вместе с лимонами выложить яблоки Чтобы получилась подушка Для того, чтобы наша начинка не уползла никуда Нам нужно отверстие с начинкой закрыть Соответственно, мы берем курицу, яблоко И осталось связать ножки Натереть нашей натиркой И уже после этого можно укладывать Нитка у тебя точно есть Да, такая толстая, специальная Я буду держать Олег, а ты вот ножки одну на другую свяжи Так удобнее запекать И будет удерживаться начинка вместе с яблоком Уже когда курица связана Я надрезаю чуть-чуть сухожилия Для того, чтобы во время запекания кожа отошла И обнажаться кости Для чего нужно, чтобы отошла кожа? Ну, на самом деле, курица будет меняться в объеме Скажем так, кулинарный прием, который позволяет сохранить форму То есть ты понял, да? Нужно, не перерезая нитку, подрезать Я понял Отлично И вот теперь уже нам ничто не мешает Чтобы взять нашу замечательную натирку И вмассировать ее буквально в кожу Мне жалко сейчас телезрителей только за то, что они не могут услышать этот аромат Но зато они смогут повторить это и приготовить так же Пусть им будет стимул Хочу обратить внимание на форму То есть мы выбрали стеклянную жаропрочную Точно так же, конечно, можно брать нержавеющую Можно брать антипригарную Главное, чтобы форма позволяла курице жариться, а не париться То есть влага должна спокойно выходить из этой формы Сильно большая тоже не очень хорошо, поскольку соки начнут пригорать Ну что, я доверяю тебе финальное погружение курицы на блюдо Это как раз момент, когда можно узнать Почему же курицу нужно укладывать грудкой вниз во время выпекания Ты же правильно ответил на этот вопрос И правильно выложил Совершенно верно А я напомню этот вопрос Как следует укладывать курицу в форму для запекания Чтобы мясные соки равномерно распределились по тушке И мясо не было сухим Вниз грудкой Соки, которые выделяются с курицы Стремиться вниз А внизу у нас находится грудка И она постоянно получает приток соков Жира, она не пересушивается Прикрыта лимонами То есть не получает прямого теплового воздействия И теперь осталось завернуть нашу курицу фольгой Прямо в форме Мы таким образом создадим мини-паровую камеру внутри Курица будет равномерно пропариваться И пропитываться специями Заворачивай Ты справляешься Одной левой, как говорится Смотри Просто одним пальцем держит курицу Вторым наматывает Духовка разогрета до 180 градусов Да, правильно Можно, в принципе, отправлять нашу курицу в духовку И весь в предвкушении Как определить время запекания курицы? Чем больше вес, тем больше время понадобится для запекания Есть такое правило, что на каждые 500 граммов веса курицы нужно 20 минут Килограмм это 40 минут Полтора килограмма это час Я предлагаю сделать пряный соус Который придется очень кстати к нашей курице Понадобится блендер 75 миллилитров холодной кипяченой воды Примерно половина чайной ложки соли Сахар понадобится Одна столовая ложка, но без горки, правда И нам понадобится винный уксус Вот он, винный уксус Отмеряй Одну, две и половинку столовых ложек Он не такой кислый, как обычный уксус Можно яблочный взять? Яблочный прекрасно подходит Они близки с винным То есть хороший яблочный уксус вполне подойдет Я беру горчицу и немножко петрушки возьму Горчица половина столовой ложки Ну, да Не уноси далеко ложку Будем шесть ложек отмеривать Это что у нас? Это растительное масло Почисть, пожалуйста, яйца И шестая Шестая Все Бери листики петрушки И прям кидай в блендер Нам нужно разобрать на желток и белок Кладем желтки в блендер Надя, ты нарезаешь белки мелким кубиком Знаешь, маленький совсем такой А я буду нарезать соленые огурцы тоже примерно таким же мелким кубиком Красная луковичка тоже нужно нарезать примерно таким же мелким кубиком Он достаточно ароматный, не очень крепкий, сочный Это идеальный лук и для салатов, и для соусов, как в нашем случае Я лично предпочитаю чистить лук, когда уже разрежу Ну, на самом деле, так проще Нарезаешь лук вот примерно вот такими лучами От основания Да Не дорезая Потом один продольный И потом, собственно, нарезаешь уже Или же кубики Да Огурчики Солененькие, да? Да Маринованные Маринованные Лука я, может быть, положил бы вот столько А белки там уже Заливай и немного смешивай Чуть-чуть перемешаешь Дальше занимаемся второй курицей Нам нужна банка с пивом Берем жестяную пивную банку На самом деле это действительно безопаснее, чем стекло Ну, сам посуди То есть есть вероятность того, что треснет И все, и продукт испорчен Здесь, в этой банке, еще можно проделать отверстия, не забывая У нас получается два в одном Удобный сосуд для курицы И плюс отверстие позволяет испаряться в жидкости Мы будем использовать пиво Поскольку банка крашеная, то ее лучше завернуть в пищевую фольгу Это никак не повлияет на ее характеристики Но все-таки поможет предотвратить от проникновения непищевой краски Упаковываем Главное оставить отверстие, чтобы мы могли банку потом вскрыть Да Она не пила даже воду Я вылил половину пива А вторая половина у нас будет использоваться для ароматизации дополнительной курицы Солод, который и хмель в пиве есть Они очень хорошо будут влиять во время тепловой обработки курицы Проделаем отверстие Сделал еще четыре Я видел в холодильнике тимьян Возьму, с твоего позволения А вы пока бросьте пару долек чеснока именно в пиво Поскольку у нас курица не только с пивом, но еще и с картошкой Давай картошечку Даю Это хорошо вымотая картошка Когда мы с Эктором разбирались, как правильно готовить картошку Он рассказал, что необходимо для запекания в духовке вот такую картошку брать У нее должна быть мякоть белая или желтоватая Это значит, что в ней достаточно большое количество крахмала Она когда будет запекаться, сверху будет корочка вкуснющая А внутри она будет оставаться мягкой На сколько частей разрезать картошку? На шесть А я как раз займусь чесноком Вот он остался здесь Я его мелко нарежу Картошку на самом деле нам нужно выложить в миску Сбрызнуть немного оливковым маслом Положить тимьян А я как раз вот дорежу У меня тут три дольки чеснока Да, все это нужно перемешать Сколько масла? Пару столовых ложек Лихо на глаз Давай уже тимьян Сюда Мне надо красивенько Молотого перца Пару прокрутов И щепотка соли Все это перемешай руками, я настаиваю Окей Расскажи мне, где ты познакомился со своей будущей женой И как вообще это произошло? Это был второй эфир «Экс-фактора» Очень сложный для меня эфир был Проблемы со связками были Я расстроенно вышел в фойе И говорю, ну все, буду я чемоданы паковать Ко мне подходит какая-то девочка Нагло берет меня вот здесь Говорит, Кензов, никуда не поедешь Успокойся, все нормально Чего ты паникуешь? Вот, закрутилась, завертелась Взял номерок, телефона, позвонил И вот так вот дочь воспитываем Мы скоро проверим, как наша курица в духовке На самом деле сейчас пришло время вернуться к третьему вопросу нашего теста Чем нужно смазать курицу в конце запекания, чтобы получить румяную корочку? Ты ответил неправильно? Я ответил молочком Молоко будет давать вот этот вот гарь, чат Вот молочные кислоты будут гореть А мы будем смазывать топленым маслом Которым уже нет вот этих молочных твердых частиц, белых, которые горят Поэтому мы должны сейчас сделать топленое масло На такую курицу, ну спокойно можно взять от 100 до 200 граммов масла Я нарезаю кубиками, так чтобы она быстрее плавилась Вот уже пошел процесс Ну вот это вот так называемые молочные твердые частицы, именно они горят, нам нужно от них избавиться Когда все масло растопится, я уменьшу огонь Для того, чтобы мы могли уже отделить эти частицы непосредственно от самого уже топленого масла Эту пену нам нужно снимать Вот белая По мере того, как мы снимаем вот эти частицы, масло становится более интарного цвета, оно становится более прозрачным Мы усвоим с вами правильный ответ на вопрос нашего теста Чем нужно смазать курицу в конце запекания, чтобы получить румяную корочку? Правильный ответ Ответ топленым маслом Слушайте, но ведь у нас есть еще вопрос, который практически сейчас нужно обсудить Нужно ли переворачивать курицу во время запекания? Олег думал, что не нужно, и это неправильно Буквально за 10 минут до окончания готовки мы достанем противень из духовки Перевернем нашу курицу, смажем ее топленым маслом И еще примерно 10-15 минут запечем в духовке Соответственно, правильный ответ на вопрос, нужно ли переворачивать курицу во время запекания Нужно! И сделать это нужно за 10 минут до конца приготовления Доставай курицу, а я пока сделаю небольшую манипуляцию с кастрюлей для того, чтобы остатки молочных частиц остались на дне Ой, боже мой, какие ароматы! Лимоны уже отработали своих, можно убрать Убрать всю жидкость, поскольку она будет мешать нашей курице качественно поджариться Переворачиваем курицу, смазываем топленым маслом И отправляем в духовку на 10 минут 220 градусов Я хочу показать все-таки тебе, чем закончился наш эксперимент с маслом Чистейший продукт Да Курицу можем выложить ее предварительно на фольгу Все выбрать из лотка, только смотри, не проткни Да, и сок этот тоже нужно убрать, да? У нас стоит задача наоборот, чтобы как можно меньше жидкости было И, соответственно, курица приобретет золотистый оттенок, она будет жариться, а не париться Теперь перекладываешь курицу грудками вверх Ай-яй-яй-яй, сколько быстрей? Да-да, быстро-быстро-быстро-быстро И при этом аккуратно Берешь топленое масло и смазываешь Вот теперь в таком виде курицу нужно отправлять в духовку Высокая температура будет влиять на корочку, она будет поджариваться, менять цвет Ну, будет замечательно Олег, хочу узнать, знакомо ли тебе слово папильоты Это такое украшение, которое служит для того, чтобы закрыть окончание костей Я покажу, как их сделать Это очень легко, доступно Украшает блюдо, особенно, когда ты хочешь подать его своей жене К тому же удобно браться за курицу ножку Да, конечно Она не будет жирная Для таких целей используется пергамент Сережа попросил подготовить именно такие кусочки Размер это 30 сантиметров, ну, примерно на 18 Я попробую за тобой повторить, Сережа Вложили вдоль, да? Yes Начинаем резать со стороны сгиба На две трети от длины Давайте я кому-то помогу А вот я до половинки дошел, а теперь ты Мы сегодня уже слышали колыбельную, а жене эту песню ты какую-то посвятил? Ну, не знаю, есть такая песня, может Кто тебя выдумал, скажи, словно колдун приворожил Образ милый твой всегда со мной, словно тень летает Я никогда не думал, что действительно ребята могут так живьем петь Я тоже так хочу А ты тем временем уже практически сформировал папилет Заворачиваем Теперь нам остается краешки подогнуть внутрь, загнуть Главное завернуть, чтобы оно не разваливалось Ага Вы молодцы, вдвоем получилось замечательно Папилетки пойдут как раз для той курицы, которая у нас с яблоками А пришло время заняться нашей курицей на банке Вот противень для нее Весь сок будет стекать с курицы В него необходимо добавить чеснок еще, который я нарезал Давай будем на нашу банку одевать курицу Окей Оп, 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 оп Нам понадобится еще целое картофельное, чтобы я мог горловину заложить Остается выложить картошку вокруг курицы Так, чтобы сок максимально попадал на картошку Давай Картошка, насколько я знаю, когда запекают в духовке Важно, чтобы она была одним слоем Тогда будет образовываться золотистая корочка Поджаристая Вот, чищенная картошечка Закроем, чтобы у нас образовалась паровая камера Остается только освободить духовку А она как раз готова освободиться Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Изумительно На самом деле, мало получить зажаристую грудку Нужно еще понять, насколько пропеклось коричневое мясо В самом толстом месте ножки Достаточно сделать прокол И сок оттуда сам польется И видно, что он прозрачный Нет, ни розового цвета, ни крови, ничего То есть вытекает белый прозрачный сок Наша курица готова Пришло время уже снять нитку За счет того, что ты надрезал Кожа наверх поднялась И мы можем легко, в принципе, снять Сейчас вот эти вот туфельки И вот те попелетки, которые мы делали Как раз пойдут вот на эти костяшки У нас еще есть один вопрос теста Что необходимо сделать с готовой курицей Перед разделкой Чтобы сохранить сочность мяса Ты дал правильный ответ Вынуть из духовки и покрыть фольгой Если мы ее начнем резать, все соки вытекут Нам нужно накрыть ее фольгой Дать ей немного отдохнуть Чтобы внутреннее давление в курице уменьшилось И соки равномерно распределились по всему мясу Вот так вот достаточно А мы должны заняться нашей курицей на банке Курицу на банке мы отправляем в духовку Там она проведет 30 минут А после этого нам придется к ней заглянуть Зачем? Скажу чуть позже Курице нужно 30 минут Чтобы приготовиться в духовке А для нас время прилетит незаметно Полчаса готовится курица в духовке Давайте доставать Мы должны проверить Насколько она хорошо поджарилась Вот здесь находится грудка И вот это место больше всего поджаривается Для того, чтобы защитить грудку от пересыхания И от слишком большого воздействия тепла Грудка накрывается полосками сала Поступает дополнительная влажность То есть сало топится И температура напрямую не влияет на грудку Сало в холодильнике Я готовилась Нужно вот так вот накрывать Вот грудка в принципе вот идет И конечно нам понадобятся зубочистки Ну собственно Раз Олег, я доверяю тебе отправить курицу в духовку Еще на 10 минут И как раз это то время, которое нам необходимо Чтобы курица окончательно допеклась Нам нужно приготовить еще один соус Я предлагаю сделать вишневый У нас здесь 250 граммов размороженной вишни Нужно ее перетереть По чуть-чуть Мы И разминаем Да Разминаем Сок Сок нам нужен? Сок нам нужен Мять, рвать, резать Это я люблю Крахмал я еще попрошу у тебя Крахмал Давай, отмеряй 5 столовых ложек Одна чайная ложка крахмала Разводим его в вишневом соке И тщательно размешиваем Готово Сюда же добавляем уже наши протертые вишни Кстати, одна столовая ложка измельченных орехов Я сейчас быстро это дело сделаю Перекладываю вишню Цедра тоже идет туда Нужно тщательно перемешать вместе с вишней Здесь у нас столовая ложка Вот мелко нарубленного ореха Несу вам лимон еще Нам нужна еще чайная ложка лимонного сока Сюда Немного совсем Вот так вот Соли Я зажигаю огонь Поскольку нам нужно соус Немного загустеть И постоянно помешивать нужно? Важно, чтобы не пригоралось снизу Но, тем не менее, выпаривалась влага И соус становился гуще Соус должен томиться на самом малом огне И постепенно, постепенно упариваться И вот дойти до такого состояния Мне кажется, он готов Выключаем Да И вот как раз минут 10 прошло И ты говорил, что через это время Можно будет уже курицу доставать Курица доготовилась Какой запах Очень Это же здорово Я уже просто не могу свыкнуться с тем Что вы сейчас у меня ее отберете Что-то опять с ней будете делать Спокойно, ребята Мы сейчас будем накрывать ее фольгой Еще тоже на 10 минут Поскольку Ее касаются те же самые правила Курица должна отдохнуть под фольгой Сок должен внутри равномерно распределиться Фольга Ну, буквально так ее просто замотать Просто ее прикрыть А, без формы Два вида куриц, запеченных в духовке, готовы Соус готов Осталось только 10 минут подождать Чтобы курица, так сказать, отдохнула в фольге Для нас с вами время пролетит незаметно Они пока еще в фольге Но уже готовы показаться Ты веришь, что это ты приготовил? Я не верю, что это я приготовил Вторую выкладывай, снимай с банки Сальную шубку убираем Бери за талию Давай Картошку сюда же на это блюдо, да? Изумительно Мама, ты гордишься мной? Ну ты хорош, я тебе скажу Да ладно, все Ты будешь еще прекрасней, когда сфотографируешься с курицей Галерею звезд ты пополнишь Мы и наши курочки Идеально Прямо сейчас мы попробуем блюдо А немного позже вы запишите рецепт По-моему, они прекрасны, но станут еще красивее, если мы наденем попельотки О, вот так еще круче А все красавицы, да? Да Починаем разделить курку Притримуючи виделкою грудинку, зрежьте вздовж ней окорок Хрящ надломить у месте зъединения Так же перережьте окорок на стегную гомилку, обережно надрезавши в месте зъединения суглоба Отделить крыльца, натиснувши лезом ножа в месте зъединения кисток, тобто розрежьте по плечевому суглобу Филе та грудинку розрежьте вздовж тулуба посередине Вздовж ребер полностью снимет филе, шкрябуючи его ножа Нарежьте филе на 2-3 см шматочки Все красиво выкладаем на тарелку Боже, ножка просто отламывается А во рту она будет таять Таять? При этом не пригорела? Честно говоря, это восторг Согласись Я редко от удовольствия глаза закрываю от еды Видишь, оно просто, его можно руками снять Это перфетто Оно такое сочное Вот удалось благодаря тем секретам, которые Сережа рассказал А ведь у нас есть еще и второй вариант Этого изысканного блюда Обе курицы сделаны идеально Насколько же красиво А вот эта курица прям блестит Она вся лосится Здесь, конечно, такой необычный маринад был Очень хочется почувствовать Вкусно Я, с вашего позволения, скажем так, подойду радикально Я бы тоже так подошел Давай Соус Вкусно Вкусно Очень Ребят, и картошка особые слова Она необыкновенная Да, картошечка, конечно Зажаристая корочка Сама очень нежная и мягкая Просто изумительная Дай бог, чтобы мужины такие ощущения появились А как ты думаешь, что она скажет, когда попробует? Ну, я думаю, ей понравится Действительно, из обычной курицы необычные два блюда Спасибо, что пришел Мы все вместе научились готовить курицу Спасибо за секреты, Сережа Для курицы, запеченной с яблоками и лимонами, вам понадобится Тушка молодого бройлера весом до полутора килограммов Соль, топленое масло для смазывания Тушку моем Обсушиваем полотенцами Скребем ножом против роста пера Затем вырезаем железы у хвоста А также отрезаем третью фалангу крыла Подготовленную курицу натираем солью Оставляем на час Для начинки возьмем яблоки, чернослив, чеснок, коньяк Нарезаем дольками яблоки Часть откладываем в сторону, сбрызнув лимоном Мелко нарезаем чернослив Немного надрежем, сохраняя целостность Зубчики чеснока Смешиваем чернослив, яблоки и чеснок Добавляем коньяк Даем постоять несколько минут Для ароматной натирки вам понадобится Цедра лимонов, тимьян, розмарин, лавровый лист, чеснок, оливковое масло Все тщательно перетираем в ступки Курицу обтираем от соли и лишней влаги Начиняем неплотно начинкой Закрываем отверстие целым яблоком Связываем ножки для компактности Натираем хорошо пряной натиркой Затем надрезаем сухожилие у ножек для аккуратного вида На противень выкладываем нарезанные кружочками лимоны Оставшиеся яблоки Сверху выкладываем курицу грудкой вниз Закрываем противень фольгой Отправляем в духовку на 40-50 минут В зависимости от веса курицы За 10 минут до готовности Снимаем фольгу Убираем лимоны, яблоки, лишнюю жидкость Переворачиваем курицу Смазываем тщательно топленым маслом Увеличиваем жар Снова отправляем в духовку Готовой курице даем отдохнуть 10 минут Под фольгой при комнатной температуре Для приготовления курицы на банке с картошкой Вам понадобится Бройлерный цыпленок весом около 1 кг Сало Пол-литровая жестяная банка пива Чеснок Тимьян Подготавливаем тушку Вырезаем железо у хвоста Крайнюю фалангу крыльев Для маринада возьмите апельсины Соевый соус Чеснок Оливковое масло Сухой тимьян Выдавливаем сок из апельсинов Чеснок пропускаем через чесночницу Смешиваем сок Чеснок Тимьян Соевый соус Оливковое масло Курицу снаружи и внутри хорошо натираем Оставляем мариноваться при комнатной температуре На 1 час в пищевом пакете Каждые 15 минут переворачиваем Оборачиваем банку фольгой Оставляем половину пива Проделываем в верхней части отверстие для пара Бросаем в пиво чеснок и тимьян Для гарнира возьмем Картофель, тимьян, соль, перец, растительное масло, чеснок Промытый картофель разрезаем на 8 частей Добавляем тимьян, соль, перец Смешиваем с растительным маслом Затем добавляем мелко нарезанный чеснок В центре противня располагаем банку Садим на нее курицу, предварительно закрыв горловину Целой очищенной картофелиной Выкладываем картофель Отправляем в разогретую духовку на 40 минут За 10 минут до готовности выкладываем сверху курицы На грудку полоски сала И снова отправляем в духовку Готовую курицу достаем из духовки Накрываем фольгой, даем отдохнуть 10 минут Для пряного соуса вам понадобится Вода, соль, сахар, винный уксус, горчица, петрушка, репчатый лук Маринованные огурцы, вареные яйца, растительное масло Взбиваем в блендере воду с сахаром, солью, уксусом, горчицей, петрушкой, растительным маслом, желками яиц Мелко нарезаем белки яиц, лук и маринованные огурцы Добавляем соус Для вишневого соуса вам понадобится Вишня, картофельный крахмал, измельченные грецкие орехи, цедра лимона, лимонный сок и соль Вишню протираем через сито Отсаживаем сок, разводим в нем крахмал Добавляем в вишневый сок протертые вишни, орехи, цедру лимона, лимонный сок и соль Варим соус до загустения, постоянно помешивая Готовьте с нами, и у вас все будет смачно Наступного разу у все будет смачно Неперевершенный десерт – эклеры Вы увидите, как приготовить идеальное заварное тесто И получите невероятные рецепты заварного и соркового крема для начинки эклея Разом с вами, главный холостяк страны Костянтин Євтушенко Учитывается формировать классические эклеры За допомогою обычного полиэтиленового пакета и выделки С нами вы научитесь перетворивать обычные эклеры На вышукание тесточка в форме лебедов и човников С вершково-сырным кремом и фруктами С нами у вас завжди все будет смачно Редактор субтитров А.Семкин